Письмо сомнительного содержания получила Сан Садзибеков. Отец двух детей переживает, что под прицел рассылок религиозного содержания попадут молодежь и люди пожилого возраста. Письма неизвестные приносили трижды. В каждом послании адрес сайта. Вообще непонятно. Я переживаю за детей. Зайдут на этот сайт, а вдруг там мошенники. Один раз принес сын. Потом еще несколько раз. Я сам увидел эти письма на дверях. Они уже достали. Люди опасаются, что это рассылка от религиозных организаций, запрещенных в Казахстане. Жители Шимкента рассказывают, что подобные письма раздают и на улице. Мне и моим соседям тоже прислали такие письма. Я точно не знаю, что там. Там все непонятно. Кто это приносит? Там вранье написано. Типа, вот мы сделаем вашу жизнь красивой. У меня есть знакомые, которые попались на уловки таких мошенников. Приняли какую-то веру и жизнь пошла на перекосяк. Все дома продали. Остались при этом ни с чем. Указанный в письмах сайт принадлежит организации «Свидетели Иегова». В Управлении по делам религии подчеркнули, что распространение религиозной литературы и пропаганда в Казахстане запрещены на улицах. Принудительное насаждение религиозных взглядов в стране не допускается. Агитация разрешена только в храмах или религиозных учебных заведениях. В других местах религиозной общины законом не разрешается собирать людей в общественных местах или в помещениях для пропаганды или распространения религиозной литературы. Пока в соответствующие органы жалоб не поступало, говорят в ведомстве. После этого случая делом займутся в управлении. Субтитры создавал DimaTorzok